Друзья, привет! Вы на канале Давай в Дубай. Меня зовут Александр Родионов. На этом канале я рассказываю вам о жизни в Дубае и помогаю избежать ошибок при покупке недвижимости в этом интересном арабском городе. И в этом коротком видео я хочу сравнить Сочи и Дубай, где купить недвижимость в текущих реалиях выгоднее и перспективнее. Давайте разбираться. Для начала хочу отметить, что у меня есть опыт зимовки в Сочи, именно в Меретинке, если знаете этот регион. С 2020 по 2021 и с 2021 по 2022 вот эти зимы я проводил как раз в Сочи, периодически летая в Москву по работе. Поэтому знаю, о чем говорю. Но в этом году я планирую переезд в Дубай и, соответственно, зима 2022-2023 пройдет в этом арабском городе. Поэтому у меня появилась идея сравнить эти два направления с точки зрения покупки недвижимости, перспектив инвестирования своих заработанных денег в эти два города. Вообще разобраться в рынке недвижимости Сочи у меня возникала идея и раньше, потому что я хорошо знаю рынок недвижимости Москвы. И тогда я задумался, почему бы не сравнить Москву с Сочи. Но потом понял, что это такая бесперспективная идея, потому что все-таки Сочи это чисто курортный регион, а Москва это деловой центр России, который обладает своим эффектом притяжения. А вот сравнить Сочи и Дубай вполне возможно, хотя, казалось бы, эти два города на противоположных краях земного шара. Фактически это разные страны, разные культуры. Почему все-таки можно их сравнивать? Я приведу свои аргументы. И когда мы начинаем изучать тот или иной рынок недвижимости, мы всегда составляем портрет потенциального покупателя. Давайте представим портрет покупателя недвижимости в Сочи и Дубае. Что между ними может быть общего? Ну, во-первых, и тот, и другой город это курортный город. А значит, люди, которые рассматривают покупку недвижимости в Сочи и в Дубае, любят как минимум море, любят пляжный отдых, любят морской воздух, любят вот эту вот атмосферу курорта. И что уж там говорить, любят комфорт, потому что и Сочи, и Дубай – это города про комфорт, про высокий уровень жизни. Это вам не Таиланд, где две креветки бросили на гриль, и вот вам уже ужин готов. Это совершенно другой уровень. Также я сделаю предположение, что для человека, который покупает квартиру в Сочи или покупает квартиру в Дубае, это далеко не первая и, конечно же, не единственная недвижимость. Потому что это своего рода роскошная покупка, это свидетельство высокого уровня жизни, достатка, и как бы показать своим знакомым и друзьям, на что ты способен. И, возможно, человек, который покупает недвижимость в Сочи и в Дубае, он из какого-то холодного региона России, где большую часть года стоит зима, падает снег, ему просто физически нужно солнце, хочется погреться, полежать на пляже и, конечно же, вывезти к морю всю свою семью. Вот такой вот портрет у меня складывается. И еще хочу добавить, что, скорее всего, этот человек, покупатель недвижимости, не очень любит останавливаться в отелях, хотя может себе позволить, а любит что-то такое свое. Знаете, вот приехал из аэропорта, кинул сумки, одел плавки и сразу побежал купаться на пляж. А теперь давайте разберемся, какие же отличия есть между покупателями недвижимости в Сочи и недвижимости в Дубае. Первое, что приходит на ум, это та категория так называемых невыездных граждан России, которые по причине своей принадлежности к силовым структурам или, будучи чиновниками, не могут себе позволить выезд за границу. Вот такие люди, они выбирают только Сочи и не рассматривают Дубай для покупки. Также не рассматривают Дубай те люди, которые не любят все зарубежное. Знаете, такие любители всего российского, патриотического, не знаю, триколора, группа Любе, шашлык, водочка. Вот такие люди, которым близок исключительно наш российский менталитет и которые не рассматривают вообще как факт покупку недвижимости за рубежом. Конечно же, они тоже выберут Сочи, нежели чем Дубай. Ну и, наконец, конечно же, не будут рассматривать Дубай те люди, которые, скажем, не любят покидать зону комфорта, которых смущает языковой барьер, что уж там говорить все равно. В другой стороне придется как-то взаимодействовать с местным населением хотя бы на английском языке. А если у тебя английского языка нет и есть какой-то барьер внутренний, и ты просто вот, ну, не хочешь там выучить пару английских слов, то, конечно, тебе будет сложновато понять этот мир и воспринимать его дольше, чем длиться какой-нибудь турпакет на 10 дней. Эй, Гилл! Гилл рулит, реально! Но самое интересное, как вы знаете, произошло 24 февраля, и мир в прямом смысле изменился. И, конечно, если бы это видео я записывал в 2020 году, то оно было бы совершенно другим. Сейчас, в 2022 году, появились дополнительные аргументы, скажем так, в пользу покупки недвижимости именно в Дубай, нежели чем в Сочи. И давайте я их тоже обозначу ради справедливости. И здесь невольно вспоминается моя поездка в Сочи весной этого года, после начала конфликта между Россией и Украиной, когда пришлось на самолете лететь вместо обычных двух часов целых четыре, потому что, как мы знаем, самолет теперь летит до Волгограда, разворачивается и через Казахстан залетает в Сочи. Вот такая вот интересная история получается. То есть дорога до Сочи занимает место трех часов целых шесть часов. И, конечно, если раньше я мог рассчитать дорогу от дома до дома буквально с точностью 5-10 минут, то теперь мне приходится закладывать дополнительное время, а сама поездка в Сочи и вот эти регулярные перелеты уже не становятся такими привлекательными, даже если летать бизнес-классом. При этом дорога в Дубай осталась без изменений, как было 5 часов, так и осталось. Самолет летит по прямой. Как мы знаем, Дубай нейтрален в этом политическом конфликте, поэтому здесь все достаточно благополучно. Конечно, стоимость билетов разная, но уже как минимум время в пути приближается. Но самое удивительное начинается, когда мы начинаем сравнивать цены на недвижимость в Сочи и в Дубае, как называется цена за мечту. И понимаем, к своему ужасу или удивлению, что стоимость недвижимости в Сочи в два раза выше, чем эквивалентная недвижимость Дубая. Я говорю, конечно, о недвижимости хорошего уровня на первой линии, море, в комфортабельном жилом комплексе со всей инфраструктурой, бассейном, территорией, паркингом и так далее. Конечно, я рассматриваю только эти варианты. Так вот, здесь я ничего не выдумываю. Если вы сравните цены на недвижимость в Сочи и цены на недвижимость в Дубае, то вы будете очень удивлены. Потому что если пересчитать в Дирхамы, то цены на недвижимость там существенно ниже. А уровень самого строительства выше. Добавьте к этому государственные гарантии. Потому что в Дубае, как мы знаем, весь рынок в основном осваивают крупные государственные компании, которые боятся, скажем так, нарушений законодательства. И очень все четко соблюдают, как в плане сроков, так и в плане качества строительства. Если же говорить про Сочи, то рынок до сих пор такой немножко диковатый. Потому что там все отталкивается от того, успел ли ты схватить какой-то лакомый кусочек, отжать его возле моря и там именно построить небольшой комплекс. При этом прагматичный инвестор мне скажет, ну как же, Александр? Зато в Сочи всегда можно сдавать эту квартиру в аренду и получать пассивный доход. А кто же будет снимать твою недвижимость, арендовать ее в Дубае? И здесь я открою глаза этому прагматичному инвестору и скажу следующее. В Сочи все-таки при всем желании есть четкий, высокий, низкий сезон. Все подтвердят, владельцы недвижимости, я говорю сейчас про море, не про Красную Поляну. И, конечно, в летнее время, в весеннее, ну, поздняя весна, ранняя осень, ну и, конечно, в первую очередь лето, это высокий сезон, когда можно сдать свою недвижимость подороже. Если вы ее покупали с целью получения пассивного дохода. Все остальное время она будет либо простаивать, либо вы будете ее сдавать помесячно существенно дешевле. Я сам снимал квартиру именно помесячно и знаю, о чем я говорю. Что касается Дубая, то там нет как такового сезона, низкого или высокого. Там всегда, по сути, высокий сезон, только меняется портрет арендатора. Если в летнее время, когда там наибольшая жара, там проводится большое количество деловых мероприятий, потому что там сразу приезжают делегации, и, конечно, их важно заселить немножко дешевле. То в зимнее время там, наоборот, приезжает классический турист, там не так жарко, и отели опять заполняются. Если заполняются отели, то заполняются и апартаменты, потому что не все хотят жить в отеле. И еще одно интересное и важное замечание про рынок аренды Дубая. Там вы можете заключить контракт только на полгода, либо на год. То есть там только долгосрочные контракты по аренде, а это страхует интересы арендодателя, то есть владельца недвижимости. Более того, там есть апартаменты с гарантированным доходом, когда за вас управляющая компания от застройщика сама берется сдавать ваши апартаменты, а вам просто выплачивает ежегодную фиксированную плату за пользование вашими апартаментами. Да, вы не можете сами тогда проживать в этих апартаментах, но вам гарантированно будет начислен доход, и вы сможете всегда реализовать свой объект недвижимости. Такого зверя, как называется, в Сочи пока еще нет. Ну и, наконец, такой немаловажный фактор – это валютные риски. Вы знаете, да, вы сами были свидетелями, что произошло уже в феврале-марте текущего года, когда доллар резко вырос, евро резко вырос, и все побежали в панике, кто продавать, кто покупать. Ну, в общем, началась действительно паника, люди многие куда-то стали уезжать, куда-то там вкладывать валютные свои сбережения. Сейчас все наоборот упало, и сейчас курс доллара на уровне 2017 года, я так смотрел график. Но сколько продлится это окно возможностей, можно ли будет покупать доллары свободно в следующем году, никто не знает. И, как вы знаете, ограничения по продаже, провозу валюты в другие страны, они до сих пор не сняты. И как будет развиваться дальше наша страна, никто не знает. Поэтому, возможно, сейчас еще стоит успеть задуматься о диверсификации рисков и не хранить яйца в одной корзине. Таким образом, вот если бы меня спросили, Александр, в текущих реалиях, куда бы ты рекомендовал вложить деньги? Сочи, наш российский курорт, либо Дубай, неизвестный арабский курорт, то все-таки при имеющихся, конечно же, рисках, то, что это другая страна, арабская страна, тоже непонятно, как она будет с нами дружить или, может быть, конфликтовать в будущем, все-таки я бы рекомендовал вложить в Дубай, потому что там понятны правила игры, там есть гарантии от государства, там валютный доход. В принципе, аргументы я все обозначил выше. Напишите в комментариях, согласны ли вы со мной. Может быть, вы обоснуете, почему Сочи выгоднее все-таки для инвестиций. Будет очень интересно послушать ваше мнение и подискутировать на эту тему. А сегодня с вами своими мыслями поделился Александр Родионов. До встречи. Пока.